Почти месяц мы с Ярославом возвращаемся. Ярослав, ты знаешь, что мы последний раз были на подкасте 23-го числа, то есть вот без трёх дней месяц. Месяц, месяц прошёл. Ну, пора закрываться уже у нас. Всё? Ну, всё. То есть раньше были каждую неделю подкасты, потом раз в две недели, теперь раз в месяц. Ну, соответственно, тенденция очевидна. Я планировал вообще на следующей неделе ещё выйти. Ну да ладно, да. Там, видимо, как пойдёт уже. Но действительно, непреодолимые факторы и преодолимые факторы вмешивались. Как всегда, друзья, сообщаю вам, что подкасты наши 18.30 по понедельникам выходят, когда конкретно мы обычно пишем. Для любителей послушать на подкасты-приёмниках сразу после я загружу. И на YouTube-канале 18.30 во вторник. Если в понедельник был, 18.30 во вторник чекайте. Ну и отдельно для тех, кто смотрит на YouTube, наверняка вы там немножко запутались в том, что произошло после моих недавних вбросов и последнего дата-скопа. В общем, вы не пугайтесь, скоро выйдет новый дата-скоп, там всё станет понятно. Ну и, как видите, я никуда не делся, я всё ещё здесь. Вот. Но это так. Это для тех, кто будет смотреть в записи. А мы начинаем. Было много, на самом деле, событий за этот месяц. Но, конечно же, мы не будем всё рассматривать. Мы, наверное, сконцентрируемся на каких-то последних новостях и самых главных. Ну и начнём с такого лёгкого разогрева про Тюмень. В Тюмени прошёл киберспортивный фестиваль. Кстати говоря, меня даже приглашали поехать. Меня не звали. Тут в последнее время с приглашением вообще проблемы у меня. Никуда не зовут. Там типа в Рухап пришло предложение. Слушай, я даже не знаю, согласился бы ты или нет. Там поехал Джем. И это был реально тяжёлый для него турнир. Потому что вместе с ним туда поехали Смайл. Что вроде бы неплохо. Вроде как-то неплохо. Но на самом деле. И ПГГ. Что как бы уже является ударом. Но вместе со Смайлом это прям... Это как мегазорд, который собирается в Рейнджерах. Не хватает только... Не хватает только хвоста и пчёлки. Не хватает только, мне кажется, бассейна и плавательного круга. Как... В Маниле? Как в... Не, не в Маниле, а в этом. В смысле? В смысле, не в Маниле. Алло. Иду... Иду... Вхожу из номера отеля. Спустя день где-то, после того, как мы прилетели в Манилу на Мейджор. Потому что я пока летел, отравился. И мне было очень плохо. Я просто пролежал в номере. Сутки пролежал в номере. Он помирал. Ну, где-то спустя сутки вышел. Но этот... И... Вот так это выглядело примерно, что я выхожу. А там ПГГ, этот ДЭС... Ну, ДЭС это... Из стаффа просто, чел. Который тоже ездил. Смайл, ПГГ, вот ДЭС. Ну, и там ещё пара человек. В основном тоже из стаффа. Они сидят у бассейна и... Ну, и бухают, короче. Вот. И... А солнце просто печёт. Ну, Манила, экватор почти. Плюс это... Там май был какой-то или как ещё это было. Короче, очень жарко. Очень сумасшедшая жара вообще. Я типа на завтрак иду. А они уже типа... Ну, сидят. Я говорю. Типа мужики. Там это завтра. Там послезавтра типа эфир. Вы... Смотрите, не сгорите. Потому что на таком солнце, говорю, можно обгореть пипец. Потом вообще даже рубашку не наденешь. Мне говорят типа все... Нормально. Нормально. Мне спал. Говорит, ты бы спортом занялся, не обгоришь никогда. Я говорю, ладно, ладно. Иду на завтрак. Возвращаюсь завтракать. И там же сидят. И я обратно в номер. Потому что, ну, мне всё ещё очень плохо. И я всё ещё не хочу ничего делать. Просто лежать. В итоге я лежу весь день до вечера. Встаю. Ну, типа, как пойти на ужин, грубо говоря. Иду. Ну, как бы там картина. Не изменилась. И эти же люди сидят в этом же месте. Ну, и всё там продолжается. И на следующий день просто загуглите где-то фотки. Ну, это типа... Вспомните, как выглядел смайл в первый день манильского вейджера. Это просто рак. Такой сидел. В эфире. Вот. Ну, такая вот включённая история небольшая. Да, мне прям стало интересно как-нибудь найти. Может быть, если не забуду, вот прям себе помечу. Фотки с манилы. Ну, да. Манилы мейджор там. Там в первый день я, когда Серёгу увидел, это реально просто рак. Рак в атаке. Можно даже записи интервью найти. Наверняка. Да, ну, а я просто вспомнил, когда этот Смайл ПКГ в круг заставлял прыгнуть. Помнишь? Квалл. Там такой бассейн был 2 на 3 метра. Глубина, наверное, пару метров. Да, ну, он всё-таки лавал. Да, а типа Смайл хотел, чтобы ПКГ прыгнул в бассейн в круг. Как бы, ну, через эту дырку. Он увидел где-то видос, где чувак... А там дырка вот такая вот. А ПКГ большой. Да, да, и он как раз увидел какой-то видос, где такое происходит. Но ПКГ отказывался. Интересный, конечно, вот этот анонс Тюменского киберфестиваля. Там даже какой-то один из чиновников, вот, то ли там губернатор, что продвигал. Но меня вот во всём анонсе этого фестиваля заинтересовала вывеска «Коронавирус COVID-19 Free Zone». Знаешь, такое ощущение, что это какие-то супертехнологии, которые предоставляют, ну, уничтожают COVID на входе. Ну, конечно, на самом деле имелось в виду просто наличие там у всех теста или QR-кода или что-то такое. Ну, Саня сказал, что организация была, конечно... Опыта не хватило организаторам. Да, они не совсем понимали, что такое киберспорт, что вообще в целом происходит. Но в целом вроде бы вернулся и жив-здоров. А это хорошо, учитывая, в какой компании он летал. Ну что ж, у нас рубрика «Трансфер». Конечно, трансфер, без них никуда. И, казалось бы, International, казалось бы, какие трансферы в Доте, казалось бы, вообще всё спокойно. Но, тем не менее, есть ряд некоторых трансферов и подписаний, которые мы должны анонсировать. Ну, например, такой небезызвестный... Я даже не знаю, кто он. Рэпер, певец... Егор Крид. Может, скип трансферы? Не-не, там нельзя скип трансферы. Да, я... Там... Ты поймёшь, почему. Егор Крид создаст киберспортивный клуб. Класс. А, Егор Крид, он... Да, он всё-таки рэпер. Вроде рэпер. Сейчас сделаем киберспортивную организацию. Нашли пятерых игроков по CSGO. Наняли менеджера и тренера. Будем помогать. У меня есть работа... Ребята, которые играют в CSGO. Очень круто на профессиональном уровне. Но у них нет команды. Мы решили вот таким пацанам помочь. Ну, если что, Егор Крид постоянно светится с Симплом на фотках. И вообще как-то в тусовке. Такое кайсерское. Как-то вот получается у кайсеров... Почему-то у дотеров я не помню такого, чтобы они там постоянно светились. Даже вот если взять Рамзеса, он где-то такой самый тусовочный какой-то из всех. Но всё равно у него не было настолько много, как у всех кайсеров, которые постоянно с кем-то вот где-то что-то... В общем, запомнили этот анонс, потому что дальше больше будет. Покинул организацию Na'Vi Cypher. Cypher ушёл из Na'Vi 15 лет назад, когда мне было 16. Посчитайте, сколько Cypher сейчас. Я подписался с Fnatic, свой первый контракт. Сейчас мне 31 год, и сегодня закончился мой последний контракт с Na'Vi. Были 15 лет счастья и ни с чем не сравнимых чувств. Ну, что здесь хочется сказать? Cypher — это легенда, конечно же, Quake. Но времена Quake, я даже не знаю, они хоть когда-то наступали? Ну, ты пропустил, когда они наступали. Реально, времена Quake — это где-то 2002, 2003. Ну, то есть, это настолько давно, настолько давно уже не считается. Времена киберспорта тогда ещё долго не наступили. Многие считают, что они сейчас даже не наступили. А тогда уж тем более. И вот тогда Quake был... Потому что, когда действительно я пришёл в 2007-2008 году, начал смотреть, было ощущение, что Quake — это как вот Баба-Яга. Или даже, может быть, не Баба-Яга, а как какой-нибудь, не знаю, динозавр, который когда-то существовал, и про которого сейчас только сказочки остались. Но, тем не менее, ещё играли. И играли до последнего. И даже сейчас что-то где-то играют. Ну, вот, видимо, совсем стало непрофитно. Сайфер ушёл из Na'Vi. Благо, есть много других всяких дисциплин сейчас. Батл-рояльчиков, которые, мне кажется, его скилл может пригодиться. Virtus.pro. Вот Virtus.pro подписали директора по маркетингу себе нового. Я вообще обычно такие анонсы, ну, не вставляю. Потому что, ну, подписали и подписали. Бог с ним. В этот раз я решил всё-таки, что, ну, надо бы осветить это событие. Почему? Потому что до прихода в Virtus.pro Александр Шарвадзе работал главным продюсером Sport FM и возглавлял маркетинг UFC Russia, отвечая за вывод бренда на российский рынок. Также Александр является мастером спорта и вице-чемпионом мира 2015 года в Казани в категории Masters по водному полу. Вот такой вот. Александр Шарвадзе руководится маркетинговыми коммуникациями Virtus.pro, включая формирование и реализацию стратегии. Короче говоря, Virtus.pro прямо пошли по жёстким каким-то спортсменам. Вот у нас уже баскетбол вклинивается в рухап потихоньку. Ну, да, мне кажется, что это подход, выбранный гламоздой, он понятен. То есть, типа, ты такой пришёл, в общем-то, не в зуб ногой что здесь происходит. Тебя всем гением называют, а ты на самом деле до сих пор до конца не разобрался. Ну, вот ты такой посмотрел, посмотрел, посмотрел и такой, ага, блин, ну это похоже на спорт, как ни странно, да? Ты смотришь, специалистов маловато, потому что кто такие специалисты в киберспорте? Ну, есть несколько человек, которые хорошо очень разбираются во всём. Есть несколько крутых там и тренеров, каких-то менеджеров, но очень мало людей, они все уже где-то заняты. А вот так вот с улицы, ну, довольно сложно найти кого-то или из сферы взять кого-нибудь, кто вроде как шарит, но ты понимаешь, что он, может быть, шарит, а не что-то в киберспорте или типа того, но он не шарит в процессах, он не шарит в бизнесе, он не понимает в других во всяких вещах. И как бы, и вот ты думаешь в такой ситуации, что тебе проще? Учить какого-то человека, который вроде как шарит в киберспорте всяким бизнес-процессам, процедурам и прочей вот этой вот всей фигне, либо же взять человека, который уже шарит во всей этой фигне и как бы обучить его как бы киберспорту. И, судя по всему, вот Гламазда считает, что проще второе. Я, кстати, считаю, что проще первое, но тем я не управляю, Виртусправ он управляет, поэтому, наверное, ему виднее. Ну, или, по крайней мере, мы узнаем, прав он или нет через какое-то время, когда будет виден выхлоп от всех этих людей, да, которые как бы не из сферы, но зато с опытом работы в каких-то смежных, скажем, областях, получается, да. Ну, да. Ну, я так понимаю, твое мнение основано на том, что существуют способы уже известные и проверенные обучения всем вот более стандартным вещам. Моя идея основана на том, что я видел разные примеры на протяжении многих лет и могу просто из этих примеров сделать определенные выводы. Вопрос в том, сколько ты готов тратить время, да. То есть, если ты видишь, что человек не тупой, не тупой, вот он где-то у тебя в команде работает, вот кем угодно, то ты можешь приложить некоторое время и обучить его некоторым вещам, и вот он займет какую-то должность. И если что, это абсолютно нормально, так в любой компании ты можешь вырасти чуть ли не от курьера, там, до какого-нибудь директора, да, со временем. Потому что ты проявлял хорошие навыки, все видели, что ты умеешь работать, но, ну, как бы, да, и тебя, ну, как бы, ты смотришь, как работает компания, что очень важно изнутри, пускай из нижних каких-то должностей, и потихоньку тебя обучают на то, чтобы заниматься чем-то более серьезным. И вот так вот ты растешь, растешь, растешь. Ну, в том же Макдональдсе, да, известная практика, что любой директор ресторана, там, наверное, за исключением какими-то редкими, но, тем не менее, это как бы человек, который изначально стоял на кассе и готовил бургер. А почему? Ну, потому что он видел, как работает вся эта кухня, кухня и в прямом, и в переносном смысле, да, с нуля и, соответственно, до самого верха. Это принцип логично. И тут просто вопрос, сколько ты готов уделить этому времени, понял? Что, скажем, обучить человека, который не шарит в бизнес-процессах и в прочих других процессах, но шарит в киберспорте, порой может занять больше времени, вот, пока верю по мнению, видимо, вот, Сергея, чем сделать наоборот, то есть взять человека, который уже в этом всем шарит, и просто рассказать ему, что такое киберспорт. Вопрос просто в том, что тот, кто уже сидит в киберспорте, он, как бы, скорее всего, интересен киберспорт, а тот, кто приходит со стороны, возможно, пришел чисто бабки полутать, на зарплатку сесть. Это, ну, как бы, не новость, что таких людей немало. К сожалению, да. К сожалению, да. Вот, говорю, поэтому мы и посмотрим, как бы, какой будет конечный выхлоп. У нас тут, я не знаю, рассказывала ли нет, что приходила к нам на такое собеседование в Рухаб девушка, она больше с ТВ, и вот она офигевала от того, сколько всякой информации нужно новую знать, вот. Ну и, конечно же, в процессе мы не применули ей обязательно показать ролик с Павлом Занозиным. Какой именно ролик? Где он играет в 6 утра перед Эпицентром Магитария Лавстук? Где Морф рассказывает о том, как он вел Эпицентр. Вот, ну, со всеми соответствующими пояснениями, что, мол, ну, вот какие люди к нам там приходят с ТВ, и вот как получается, и что сколько всяких тонкостей. Но она, кстати, довольно быстро поняла, что опозориться довольно легко, и нужно действительно много сил потратить. Ну, вот это действительно так. Особенно если заниматься не какой-то общей, там, ведущей, да, а вот уже ближе к самой игре, потому что это очень-очень сложно. Так, ладно, мы отвлеклись от трансферов, мы подходим к самому интересному. У нас здесь Флейми, который ушел из Нави, мы все приближаемся к Нави, самому главному трансферу, который я в трансферы, кстати, почему-то не вписал. Флейми, ну, кто не знает Флейми, Егор Васильев, который долгое время играл за Нави, но в связи с спецификой РМР-системы, что теперь нет замены, в связи с тем, что у Нави все, ну, супер-шоколадно, о чем мы еще поговорим, Флейми стал свободным агентом. Более того, по слухам, ему поступило какое-то предложение, и, возможно, это как раз-таки предложение стать одним из игроков команды Егора Крида. Опа! Поехали! Да, вот оно, сплетается потихонечку все воедино. Ну, что можно сказать? Флейми крутой игрок, он в свое время вообще был чуть ли не одним из лучших игроков Нави. Симпл уже на протяжении долгих лет лучший игрок Нави, но Флейми, скажем так, был очень хорош. В последнее время все хуже-хуже, результаты пошли вниз, и с тех пор, как его заменили, результаты пошли вверх опять. Или, может быть, даже правильнее сказать, результаты не то чтобы пошли вниз, но не было желаемого результата достигнуто. Сейчас у Нави все в порядке, и вот с ним решили расстаться. Но анонс нормальный в этот раз вышел, то есть прям и заявление хаоса, и видео с тем, как там Флейми, как он вообще, какой он красавчик. Еще, кстати говоря, Флейми, скорее всего, даже уйдя из Нави, получит часть призовых за недавний турнир, но об этом тоже чуть позже. Гот ушел из Экстремум, и вообще в целом решили Экстремум, дай бог с ним, ладно. Я сейчас подумал. Вообще мы месяц не были в эфире, надо фильтровать темы. Да, 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 я на самом деле подводился к главной теме, трансферной, ну, это же трансферная тема. Получается, что так. Это состав Нави новый. Ничего не предвещало беды, но вдруг Нави решили анонсировать состав. Почему они это сделали не после Инта, и не до того, как можно было туда попасть, а именно в момент, когда уже попасть туда никак нельзя. И состав, по сути дела, будет месяца два, а то и три вообще без игр. Ну, и какой-то буткемп планируют, но что за буткемп, как они... Может быть, они собираются, конечно, стрельнуть с... Ну, пока все вот после Инта там не включатся в борьбу, как следует там стрельнуть и показать результат. Ну, наверное, стоит называть состав для тех, кто уж совсем в танке. Это Витюн, Нун, Генерал, Алоха, Соло, менеджер ЛК, и самое, наверное, главное, это Артстайл, который стал не просто тренером, но и генеральным менеджером. То есть это тот самый человек, которого они взяли, который не просто будет тренером, а который будет отвечать за доту-направление, как Хаос, например, отвечает... Ну, он отвечает вообще за все, и он делает много вещей не только в КС, как когда мы общались с Евгением Золотаревым, он об этом говорил. Тем не менее, вот Артстайл будет отвечать особенно за доту, потому что к доте нужен свой какой-то подход, и, возможно, Артстайл это тот человек... Ну, Артстайл не чушь Na'Vi, да, в конце концов. Именно в Na'Vi он выигрывал, первый инд, потом пути разошлись, и даже был скандал такой, бойкот был Артстайла, потом было интервью, где он рассказывал про елки, знаменитые, со Старладером. Сейчас Артстайл вернулся, уже вышло огромное количество контента, где есть интервью и с Артстайлом, и с новыми игроками, и что они там говорят, что думают. Выскажу свое мнение. На мой взгляд, взять вот такого человека, как Артстайл, строить команду, именно, это неплохое решение, потому что он хотя бы понимает, что такое дота, и как вообще... Он же изначально, вот Ярик может меня поправить, но во времена первобытности, во времена, когда мышки еще были с шариками, он же, ну, в том числе, собирал команды, и являлся капитаном, причем таким довольно-таки серьезным лидером. Ну, ну, не совсем так. Не совсем. Ну, тем не менее, ну, сейчас расскажешь нам поподробно. Да нет, ну, слушай, скажем так, Ваня, как минимум, не глупый человек, какая есть опция, то есть, давай так, я скажу, среди дотеров много глупых людей, есть откровенные тупари, вот, ну, среди профессиональных, вот, ну, ну, человек играет в доту, он больше ничего не умеет. Типа, как вот Рамзе сказал про Найна, что он, сейчас, батяра хай-класса? Ну, ну, видишь, у каждой свое мнение, я вот, например, с Найном не знаком, я же говорю про то, что ты не в доту умеешь играть, знаешь, то, что ты умеешь играть в доту, как то, что ты умеешь играть там еще во что-то, не делает тебя умным или глупым, да, делает тебя умным или глупым, твой кругозор, там и какие-то другие вещи, которые ты умеешь в жизни, знаешь или не знаешь. То есть, в доте, ты можешь быть как бы умным игроком в доту, но при этом максимальным тупорем по жутухе. вот Иван, он как минимум не глупый человек, он как раз таки очень прозорливый, умный, ну, как бы, такой вот хомо сапиенс. Он, я думаю, что всегда может что-то придумать, то есть, у него есть какие-то мысли, идеи там по поводу всего. То, что он там какой-то прям лидер или типа того, да не, не каждый капитан, это прям лидеры, жесть, вообще. Но у него есть там всякие разные качества, как минимум он еще такой, как бы, полу, ну, знаешь, есть такие люди, у всех, мне кажется, есть такие друзья, они как бы разряжают обстановку частенько, как-то вот такой он полушутник, там, какой-то такой, такой, как бы, не то, что он психолог, да, или вот именно ставит перед собой цвели. Задатки есть какие-то. Всех успокоить или что-нибудь типа того, или он делает это специально, ну, просто, не, он как-то так общается, как-то так разговаривает, что-то как-то вот, что с ним типа как-то прикольно, весело, и как бы он не с, очень легко и общий язык находит со всеми, поэтому, в принципе, я думаю, что, тем более, что время идет, и если он реально, ну, как бы, мне кажется, если он согласился, вот Иван, в отличие от некоторых, там, людей, которые соглашаются на абы что, и потом, как бы, уходят с позором, либо вообще просто, ну, ноль инфы о том, от чего вообще чел сделал, а он уже что-то другое делает, примеры не буду называть, но их немало, есть в пространстве, то, мне кажется, Иван, если на что-то соглашается, он, скорее всего, все-таки подумал, а как бы осирит ли он это, а сможет ли, надо ему, ну, я, по крайней мере, так думаю, если он согласился, я думаю, что он, как бы, посчитал, что он готов там этим заняться, так что я думаю, что действительно нормально будет, другой вопрос, что, вот, есть такой момент, что если ты отвечаешь все-таки за всякие направления, это то, о чем мы говорили вот до этого, и Гламазда, там, да, и его выбор сотрудников, тут нужно шарить, начинать разбираться во всяких операционных процессах, понял, отчетах, презентациях, там, и прочего, прочего, потому что если ты, ну, как бы, реально отвечаешь за целое направление, то ты там, видимо, должен касаться и финансов этого направления, и прочего, прочего, и вот тут уже, конечно, вопрос, а надо ли оно тебе, может быть, ты к этому комиссию не привык, и оно тебе не надо, но опять же, наверное, список работы, которую нужно делать, ему был озвучен, да, если он согласился, значит, считается, что либо он уже это умеет, либо научится, ну, в общем, справится, так или иначе, ему удачи пожелаем, почему бы и нет, Ваня, парень классный, вот. Ну, и это, я, в принципе, согласен, что это хорошее решение, во всяком случае, попробовать, и такой человек нужен был, Na'Vi, очевидно. Что касается остальных игроков, ну, там, Генерал, Нун, Витюн, в принципе, Соло, мне кажется, что Соло, что тоже в хорошей команде, он может, как бы, вернуть себе, что называется, форму, и, может быть, он никогда ее и не терял, а скорее, вот, не хватало классных исполнителей, больше всего лично у меня было вопросов, и остается это к Алохе, потому что, на мой взгляд, это суперсильная игра, вот, потенциально, это, ну, Криштиану Роналду, да, Доты, но, как бы, Криштиану Роналду, он при этом, при всем при этом еще и... Можно, я у тебя спрошу, потому что, если честно, я вот, а откуда это мнение? Что? Ну, что вот он, что это Криштиан Роналду. Шокун крутой игрок, но это мое личное... Криштиан Роналду это лучший игрок, ну, как бы, там, ладно, лучшего там нет, просто там самый, может быть, известный, титулованный, ну, наравне, там, да, с еще парочкой буквально, то есть, это человек, который входит, не знаю, в пятерку лучших игроков, там, мира, действующих. Ну, то есть, откуда это такое мнение? Я не против, как бы, я считаю, что Илья классный чел и хороший игрок, но почему именно настолько крутой? То есть, ты его приписываешь, ставишь его наравне, где-то рядом с Эваем, Джерексом и Критом, я так понимаю, да, для тебя? Ну, для меня, когда он мотивированно хочет играть, он именно на этой ступеньке и находится. Так он же никогда не играл против этих команд на реально крутом турнире, чтобы оценить. Как ты можешь оценить? То есть, Крад Джерекс играет против Крита или Эва, и все это происходит в финале Инта, ты можешь оценить. А как ты можешь тут оценить? Просто потому что? Ну, просто это странное суждение. Не знаю, почему меня там так заинтересовало, но просто заинтересовало. Очень странно, как по мне. Ну, и об этом можно, на самом деле, спорить долго, и, наверное, правду мы узнаем только, если он когда-то сыграет. Ну, с Джерексом, наверное, он уже не сыграет, так или иначе. Сыграет уже. Но это в любом случае крутой игрок. С этим, мне кажется, не стоит спорить, потому что очень много моментов есть, и он иногда соло-игры там вытаскивал. Сейчас, да, сейчас он не в самой лучшей форме находится, потому что он не играл долгое время, но он ее возвращает. Но проблема-то даже не в этом. Бог с ним, какой бы он ни был игрок, такое ощущение, что вот что бы ни происходило, через, если это не будет какое-то тотальное, я не знаю, доминирование всего и вся, через месяц, через два, после начала активных игр, ему надоест, и он уйдет. То есть, если вот будут у них такие средние результаты там, или даже хорошие результаты, они начнут скатываться, потому что Алоха не просыпается к тренировке, и это все не мои домыслы, это история, да, про него говорят вот так бывшие тиммейты, что постоянно вот были с ним проблемы, 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 пока он сам не уходил. Я вот лично от себя могу рассказать историю, которую, в принципе, он тоже частично рассказывал, поэтому это не является каким-то суперсекретом, что это одна из причин, почему его не позвали на этот Инт, что на прошлом Инте он просто, ну, не мотивирован был делать, ну, вообще ничего. То есть вот настолько бывает там всякое, иногда мы понимаем, что главный турнир года, но там хочется где-то там побольше отдохнуть, или расслабиться, или посидеть, не высыпаешься, хотя мог бы лечь пораньше, но речь не об этом, речь о том, что, ну, вот буквально мотивации делать хоть что-то, ровно ноль, и я думаю, что именно так же это все было и в игре в доту, может быть, просто в доте его хватало на какое-то время, и вот такой игрок подписан. Понятно, что все об этом в курсе, и Na'Vi нас уверяют, там, и Artstyle говорил, что он провел длительные переговоры, и Aloha, что он верит в эту команду, но так было каждый раз, и меня вот это не убедило. Я, конечно, желаю им успеха, но для меня это вот самый рискованный такой вот пункт в этой команде, именно Aloha. Я думаю, все супер просто, это как бы, ну, как Artstyle же объяснил, да, как они Aloha взяли, как вообще, я полагаю, что было так, я прям сто процентов не уверен, но я думаю, что Artstyle, Artstyle предложили в Na'Vi вот эту вот историю, Artstyle написал, я думаю, что Лехе в первую очередь соло, и говорит, что, чувак, будем мутить красиво, ну, и вот они начали мутить, кого там первого позвать, но у Вана, ну, ведь он как бы, он тут и остался, я думаю, не уходили фактически. Ну, да, точнее, это все правильно, ну, как бы, я думаю, что там можно было бы, ну, хотя, может быть, они изначально начали с, там, с No'Van общаться и говорить, давай Леху позовем, ну, короче, либо так, либо сяк, ну, в общем, собралась вот эта вот движушка, и они же говорили, мол, что, когда начали думать о четверке, потому что на все роли вроде чел есть, а на четверку не особо, ну, так прям, вот, прямо имеется, сейчас его нет, вот, первых вариантов, все, мол, сказали, что Алоха, и сам Artstyle сказал, что Алоха, и все сказали, что Алоха, и вот, и они написали Алохе, а Алоха же сказал, что он даже вообще не в курсе был, ну, типа, ему просто написали, ну, чувак, будешь играть в Na'Vi, я говорю, ладно, поехали. Я думаю, что дали Artstyle определенного рода карт-бланш, как бы, на собирание состава в Na'Vi, ну, опять же, почему, потому что сам Золотарев или там Хаос, они не в зуб ногой в этой доте, нихрена, они уже, да, там, то одним, то вторым доверяют, но Artstyle, мол, человек с авторитетом, ему, как бы, можно довериться, по крайней мере, посмотреть, что получится. Ну, такой собрали состав, как бы, взлетит, круто, не взлетит, опять будут что-то делать. Мой прогноз, что не взлетит, конечно, никуда, я не знаю, типа, мне кажется, топ-3 СНГ какой-то. Слушай, ну, звучит даже, даже вот из твоих слов, вот это вот, карт-бланш, это карт-бланш, это если я приглашу к себе повара какого-то, которого я посчитаю крутым, и скажу ему, приготовь мне самое крутое блюдо. ну, а как ты это сделаешь? Вот в моем холодильнике есть яйца и колбаса, я даю тебе карт-бланш, бери все, что угодно. Игроков-то нет, ну, не те все. Как можно дать карт-бланш? Ну, а что? Вопрос, зачем собирать тогда вообще? Зачем спешить и собирать вот этот ДНТ? Ну, у меня есть предположение, что, может быть, они посчитали логичным собрать уже команду до International вот в этот вот момент, хотя казалось бы, зачем, да? Но, типа, вот зачем, может быть, собраться на Буткич именно сейчас и, соответственно, предложить командам всем какую-то альтернативу интересную, потрениться с ними, чтобы, ну, не палиться, да, то есть с ними можно поиграть. Ну, это норм тема, да. Это с ними можно поиграть и, соответственно, тем самым там, ну, не показать какие-то страдки, а команда вроде как ничего такая, да, и тем самым они могут получить очень неплохую тренировку именно сейчас, потому что потом, после Intai собирать, ну, типа, ты сразу влетаешь в сезон, да, и там этот сезон может не очень хорошо начаться для тебя, а сейчас у тебя, получается, есть вот какое-то время потрениться, и при этом время потрениться против супер-топ-команд, которые будут на Intai. Ну, это единственный вариант, зачем так спешить, и вот зачем, как бы, ну, как по мне видится. Если это какой-то вариант другой, ну, тогда не знаю, тогда это надо их спрашивать, зачем им так. Может быть, на самом деле они говорили, а мы пропустили, там очень много всяких интервью и прочего-прочего было, я, если честно, не смотрел их, я читал только всякие выдержки. в КАЦе они говорили, что это вот состав, они реально считают его, то есть, это знаешь как, тебе вот нужно что-то, ты смотришь, а оно есть, да, и ты сразу берешь, неважно там, что все остальные. Да, я понимаю, ну, окей, если они считают так, что, мол, пофигу, что там в Virtus.pro или в Spirit, может быть, какие-то изменения после Intai, может быть, и оттуда кого-то зацепить, если они считают, что им никто и не нужен в любом случае, даже если будут изменения, ну, тогда какие вопросы, тогда да, что тебе тогда тянуть, делай сейчас, и все нормально. Ну, если они так считают, то это как бы хорошо, хорошо, если у них у всех есть уверенность в друг друге, то это, в принципе, плюс. По поводу еще Арстайл, добавлю, что вот он был тренером Пак Чамп, и то ли из-за того, что Int, то ли еще из-за чего-то, у Пак Чамп прям резко упали результаты, вот с тех пор, как этот анонс прогремел, и даже, ну, понятно, что Арстайл, наверное, еще до анонса уже был в Na'Vi, но вот у Пак Чампа были неплохие результаты, может быть, с этой точки зрения как раз еще один плюсик в его сторону, но я думаю, что вот такая вот, такие наши мысли по поводу состава Na'Vi, конечно, очень интересно посмотреть, и еще одну тему по этому пункту хотел сказать, что вот есть такая организация Unique, можно сейчас зайти на Twitch, посмотреть, у них там вот ILM есть, которые приписка Unique, ILM, Drainis они подписали, вот с точки зрения выгоды, а мы знаем, что Na'Vi любят извлекать выгоду, а не просто так делать какие-то вещи, и с Dota ей было довольно-таки тяжело, с точки зрения выгоды, все, кого они подписали, в принципе, могут стримить и с хорошим онлайном, Алоха, например, так и делает, у него там, ну, был приличный онлайн, но с тех пор, как его подписали Na'Vi, онлайн еще вырос, вот с точки зрения, как раз-таки, использования его как стримера, я когда это написал, я столкнулся с, опять в очередной раз, с тем, о чем ты меня постоянно предупреждаешь, с тупостью людей, что, да какой стример, его подписали, как игрока, ты что, тупой, ты не умеешь считать, ну, а что мешает игрока использовать как стримера, собственно говоря, ничего, он стримит на свой канал, ты вешаешь ему какие-то свои баннеры, за которые ты ему, там, какой-то плюс процент, и плюс еще ИЗП, который ты платишь, ну, и себе забираешь, потому что это ты привел этих спонсоров, как и делается, ну, я не знаю, везде, только просто это больше делается в каких-то стримерских агентствах, а здесь это Na'Vi, ну, которые сами станут в том числе агентствах. Ну, да, тут вот именно, о чем ты, как бы, говоришь, это типа агентства, то есть, смотри, что покупает, ну, как бы, вот, что проще всего продать, короче говоря, людям, если ты команда, ну, вообще, ну, ладно, вообще, что проще продать людям, не стримы и не числа, если что, а результаты, то есть, вот, типа, то есть, ты говоришь, у нас команда чемпионы мира, чемпионы мира, там, скажем, Na'Vi могут так сказать про свою команду PKS, скажем, да, у нас команда чемпионы мира, вот, вот доказательства, а там люди, там это где угодно, они вообще не в зубь ногой, они просто видят, ну, реально, слушай, чемпионы, типа, ну, и что-то гуглят, Na'Vi, там, Na'Vi, популярные вроде, все нормально, покупаем, это, ну, вот, Рамзес, как бы, рекламировал все подряд в один момент, да, там, шампуни, там, еще где-то снимался, почему? Потому что, ну, да, потому что, как бы, среди команды лучшей, то есть, как бы, ты говоришь, у нас лучшая команда России и вообще всего, типа, постсоветского пространства, там, лучшая, а кто ваш самый крутой игрок? Вот этот вот игрок, все, поэтому у него все покупают, дальше никому не интересно, в действительности, то есть, никто не продавал стрим Рамзеса в этот момент, и не писал, что, а еще, а еще у него есть, там, он там стримит, простите, что делает? Ну, стримит, а, стримит, ну, то есть, никто это даже не продавал, поверь, и на самом деле, то, о чем, как бы, ты говоришь, что вот, типа, продажи, это, это, этим занимаются, да, то есть, внутри, там, вот, Na'Vi наверняка есть какой-то, сейлс-отдел, да, который занимается. Я скажу больше сейчас такую ремарку, сейчас ты продолжу, просто у Na'Vi есть рекреент, который, ну, вот, собственный стример, которого они ради этого и подписали, и, значит, уже есть люди, которые этим занимаются. Если ты где-то наладил продажу именно стримов, чисел вот оттуда и так далее, то, конечно, да, в такой ситуации для тебя это важно. То есть, ну, скажем, обрати внимание, Virtus.pro не форсят, вот, никого из своей команды стримить, да, они по-другому видят свой заработок, и, ну, у них другая схема работы, им не нужно, чтобы эпилептик запускал, хотя, если бы эпилептики и всякие сейвы бы постоянно стримили, числа там были бы тоже огромные, поверь, и их как бы тоже можно было продавать, но, как видишь, это как бы неинтересно им, у них другое, ну, как бы, другое видение. Я, ну, как бы, их видение, оно более правильное, с учетом там пошло, потому что уж точно форсить своих игроков стримить, когда им нужно трениться, это последний, ну, какой-то абсурд, да, а если ты, а как ты тогда можешь продавать что-то, если ты их не форсишь? Ну, ведь получается, что человек может, ну, по желанию то запустить, а может месяц вообще ни разу не стримить. Как ты это можешь продать? Никак, если, как бы, вопрос риторический. Поэтому, ну, ты понял, в общем, я думаю, идею, ты покупаешь либо стримера, либо игрока. Игрок слэш стример, это неинтересно. Как бы, вот если он не будет играть, а оставить его стримером, да ради бога, тогда ты с ним договариваешься, что чел, ты там крутишь на, там, не знаю, столько-то просмотров, столько-то часов, столько-то стримов, и мы это продаем. А если, как бы, он игрок, то как ты можешь о нем, о чем-то таком договариваться, да никак? Ну, да, ну, в общем, это уже как они там решили, хотя, с другой стороны, опять же, сейчас непонятно, где они будут играть, и ближайшие матчи, наверное, им светят только через, ну, хорошо, есть D2 Cell, но вряд ли они туда зайдут, но будет D2 Cell, наверное, быстрый, какие-то турниры после NTA, но там тоже все будут отдыхать. Ну, DPC сезон, через месяц после, там, может быть, через полтора, может быть, через два, так что вот, где-то, где серьезные матчи, что будут до этого делать, ну, просто пока, видимо, набирать форму, которая была утеряна. Вот так вот мы много поговорили про Na'Vi, про Dota, по Dota, ну, действительно, очень важная тема, наверное, одна из главных, которую мы пропустили, и на этом рубрика трансфер окончена, как видите, пропустить ее, действительно, в этот раз было нельзя. Немного общих новостей, а вернее, только, только одна общая новость, это киберспорт на Азиаде, так называемый, власти Китая, ой, нет, прошу прощения, это другая новость, это новость другая, да, па-па-па-па-пам, ну, ладно, давайте тогда киберспорту на Азиаде, чуть попозже, перейдем, перейдем вот к этой новости, тоже очень важной. Вот две новости, причем одна из них более свежая, другая более старая, в то время как в Корее отменяют закон, который запрещал детям играть онлайн игры ночью, потому что правительство решило, что это способ расслабиться, в том числе, и там дети до 16 лет не могли играть с 12 до 6, ну, то есть, наверное, о том, что играть там с 4 до 5 утра, наверное, это не то, чтобы рационально запретить, но, наверное, и так немного людей играет с 4 до 5 утра, с другой стороны, если кто-то там задерживается, там, 10 минут второго, или 10 минут первого, или что-то такое, они вот уже не могли. Решили, короче говоря, это отменить. То в Китае, на мой взгляд, вообще произошла какая-то супер жесткая фигня, по-другому не могу сказать. Власти Китая ввели новые ограничения для несовершеннолетних геймеров. Теперь дети могут играть только с 20 до 21 в пятницу, в субботу и воскресенье. Вот куча сразу вопросов на тему того, что если я хочу сыграть в Датан, да, и у меня игра на 70 минут находится. Вот как быть в таком случае? Вообще, какой-то закон очень-очень странный. Естественно, я практически уверен, что он обходится всеми возможными и невозможными способами, как вот написал, записал в своем видео Морф, что там вот это удостоверение, которое привязывается к твоему игровому аккаунту, оно загружается один раз и толком не проявляется, то есть можно брата там, папина загрузить какое-то, какое угодно, но если вот де юра соблюдать этот закон, но это же просто какая-то, ну вот, не знаю, дичь, и все бы ничего, если бы из-за этого не пришлось отменять некоторые соревнования, потому что, ну, кто как играет там дома, не будет же полиция в каждом доме с ноги в летатель, ты играешь 21-0-2 и вообще четверг, ты играешь в доту, лежать там, наручники, ствол к голове приставлять, такого, конечно, не будет, но тем не менее, ряд соревнований, которые не могут, так сказать, скрыть, что они проходят в этот момент, ну, допустим, которые идут там до 10 вечера, они вынуждены были перенести свои игры или отложить как-то, потому что огромное количество игроков несовершеннолетние, что уж там, Сумаил, когда выигрывал, Даг был 15-летним игроком, и затянись там в гранд-финал, вот Дота Пит, вот он играл тоже, на следующий год ему было 16, там затянулось все до поздней ночи, если бы это был по всему миру принят закон, все, он бы не смог играть или что, короче, очень странный закон, в котором я, честно говоря, мне кажется, его как-то должны отменить. Это очень странная история, именно почему, я как бы, в принципе, оцениваю идею общую, позитивно, что я подразумеваю, я бы на самом деле запрещал бы детям, ну, там, лет до 12, может, 14, вот-вот реально пользоваться соцсетями и очень многие вещи, это действительно не нужно никому и, типа, было бы лучше, если бы дети этим не пользовались. Вот у меня вот самого сейчас скоро родится ребенок, дочь буквально чуть-чуть осталась, я вот на самом деле не знаю, как мне быть, потому что я, например, не хочу, чтобы у меня дочь в 6 лет уже лазила по Ютубам и смотрела бы Мергенштернов и ТикТоки, ну, просто не хочется этого, потому что это деградация какая-то, вот, но при этом ты не знаешь, как бы, а как быть, потому что, ну, у тебя дочь пойдет в школу, а там все смотрят ТикТоки и так далее, да, и она как бы белая ворона, если она вообще не в курсе, что это, да, как ты в ловушке, а вот если кто-то запретил, получается, нельзя никому и уже как бы нормально, вот, ну, естественно, это до определенного возраста небольшого, там, 12 лет какие-нибудь, ну, максимум 14, не знаю, и с Игорем на самом деле то же самое, я тоже считаю, что пускай дети в 12 лет они не должны целый день сидеть с компьютером, пускай гуляют и еще что-то делают там, потому что, ну, это тоже, это замыкаться в себе и вообще. Ну, там вообще учиться надо, там довольно-таки еще базовые знания в школе. А тут получается ноль социализации в компьютерных играх практически и ноль обучения просто у тебя, ну, как понятно, что это твоя задача как родителя следить, чтобы ребенок что-то там делал, но тем не менее, поэтому дело, что ты не можешь следить, да и если твой ребенок неожиданно очень полюбил какие-то игры, это будут постоянные скандалы, да, что ты ему там запрещаешь что-то и так далее. А вот если нельзя, ты тут как бы не виноват, но до 18 лет и там типа один час в день, три дня в неделю, но это что-то совсем, да, это же какой-то перебор. Ну, то есть, я не знаю, это там, я не знаю, как в Китае какие законы, но скажем, вот у нас же можно по идее вполне себе, ну, как это называется, по закону, да, выйти замуж, там, в 16, по-моему, да, или жениться, ну, с разрешения родителей, по-моему, по боюдному согласию что-то такое, да, там, или машину водить, там, где-то в Америке, может, там, с 16, что ли, лет, а тут ты просто в игрушку не можешь погреть компьютерную, там, в 16, ну, то есть, как бы ты уже, это уже взрослый, в принципе, человек в 16 лет, да, там, это уже, ну, нет, это и по-моему, это еще ребенок, но, тем не менее, это уже не такой ребенок, да, которого надо за ручку водить, который ни в чем не может разобраться, который, если поиграет в 5 часов в компьютер, то все там, типа, типа, забьет на обучение и вообще, то есть, это уже, ну, как бы, для меня это, да, это звучит супер странно, супер странно, но, просто это еще, знаешь, такой закон, из-за разряда, закон ради непонятного чего, ведь любой, кто захочет, его обойдет, а зачем тогда этот закон, для, ну, как-то, это, короче, очень странно, непонятно, мне не понятно. Да, это такое ощущение, что это, знаешь, вот, если бы я был султан, как говорится, ты бы имел трех жен, и мне была бы нужна, как бы, дополнительная, как сказать, дополнительный рычаг определенный, что ты делаешь, ты вводишь закон, который практически все, так или иначе, будут нарушать, и потом у тебя есть легкий способ, по этому закону, ну, предъявить, грубо говоря, выглядит это вот именно так, ну, а что, ведь, ежу понятно, что это, с точки зрения того, насколько сильно развит еще и, вот, киберспорт, это в Китае, даже не киберспорт, а геймингами, но онлайн, что это все будет нарушаться, и, ладно, в общем, это, это вопрос Китая, они там сами будут разбираться, нам, наверное, можно только порадоваться, что, хотя бы не у нас, или пока не у нас, и надеяться, что такой дичи у нас не произойдет. У нас не будет, слушай, у нас, да, нет, у нас, у меня есть железный аргумент, вот, когда начнут докапываться, вот, до всего, если вот меня, вот, вот спросят, мой аргумент, вот, почему там нельзя запрещать гейминг, или стриминг, или что-то еще, я скажу просто, для начала, запретите трэш-стримы, вы не запретили еще трэш-стримы, и только там, по-моему, сейчас есть какой-то законопроект, где-то там, ну, это же просто жесть, трэш-стримы, это же просто, ну, я сейчас как-то не знаю, чем речь. Трэш-стримы, это, ну, я понимаю, что такое трэш-стрэш-стрим. Например, там, ты слышал, где там умерла девушка от переохлаждения на стриме, я слышал, что такое трэш-стрим, но я ни разу не смотрел трэш-стримы, всякие вот эти. Вот, ну, я, я, например, не смогу, зная, что там происходит, но это просто отвратительно, но, тем не менее это да да хотя конечно животные вот ну вот получается что так ну в принципе и новость так и есть хрюм спорт на азиаде отошли от темы законов и негативного характера и позитивно вроде как спорт на азиаде азиада азиатские игры это такой аналог ну скажем так олимпиада для стран азии можно назвать их вот так вот тоже очень престижный спортивный турнир и вот там именно в азии будут представлены несколько гиберспортивных дисциплин прям где медали будут выдавать как бы будет стоять фэлпс из сша скулинг да это по моему скулинг у него же или пловец у меня поправит сейчас чате наверняка носить сингапурский плавец кого фэлпса переплыл как раз таки когда тут карьеру завершал и будет стоять рядом с ним там чемпион по доте но не только по доте дота 2 лига легенд макей pubg мобайл ну сверх популярная арена of valor насколько я слышал тоже супер популярная мобилка одном допустим dream 3 kingdoms 2 вот это я даже не знаю что такое но допустим тоже это какая-то мобильная игра супер популярная fifa ну окей футбол там все дела street fighter 5 что уже как бы вызывает вопросы но опять же боевое искусство бокс допустим и херстон который уже далеко не так популярен но тем не менее видимо по своей какой-то тактической может быть составляющей короче странный список дисциплин который можно просто довольно таки одним вопросом охарактеризовать все претензии к нему а почему именно эти 8 и действительно можно в принципе убрать из них любую и вставить вместо наверное кроме лиги легенд можно убрать любую вставить не все что угодно потому что еще огромное количество популярных дисциплин которые могли бы но список пал почему-то на эти интересно как вообще этот комитет сидела такие так я представлю такой чиновник он там в прошлом боксер да он сидит он не дочь в спорте и он сидит и перед ним вот этот список и он такой вау вот это да как мне выбрать что будем почему будем проводить в общем странный список самое главное что это даст киберспорту вопрос мне кажется ничего вообще то есть как и попадание на олимпиаду в итоге такое ощущение что вот у меня реально смотря на последние олимпиады складывается ощущение что олимпиада по спорту скорее скоро станет каким-то ну не престижным турниром потому что есть конечно с виды спорта где она котируется очень круто и мне всегда интересно смотреть но есть реально вот те виды спорта которые ушли в коммерцию жестко они все меньше меньше обращают внимание на олимпиаду футбол хоккей как бы самые явные пример американский футбол видели на олимпиаде когда-нибудь не знаю есть вообще я лично не видел регби какой-то есть это что-то похожее я так понимаю не совсем и даже так регби там у них свой чемпионат гораздо престижнее конечно да нет да естественно естественно ну то есть люди сегодня есть люди которые они как бы не в потоке знаешь они не не понимают что мир меняется со временем и не на этой олимпиаде естественно это вещь которая потихоньку и живет себя и живет себя через какое-то время потому что когда появлялась олимпиада я напомню это до нашей эры в Греции я не знаю какой был политический экономический строй в тот момент в Греции ну такой какой-то знаешь простенький скажем так ну там было что-то типа монархии наверное или или чего ну короче а какой был экономический строй я тоже не знаю я не разбираюсь не знаю как он назывался да вот что что в античности было ну вот да но вот сейчас капитализм и нужно понимать что как бы еще сто лет назад капитализм он был конечно не такой как сейчас капитализм он тоже из меняется да эволюционирует в частности из-за развития информационных технологий и прочих вещей и просто появляются как бы капиталистические виды спорта это вот в первую очередь тот же киберспорт это игры с кем-то созданы уже они кому-то принадлежат как и все типа при капитализме практически кому-то принадлежит тут теперь игры спорт кому-то принадлежит все это привыкли что очень футбол типа никому не принадлежит хотя ты это пойди объясни да там некоторым организациям типа фифа и уефа что их футбол никого не принадлежит но тип тем не менее а здесь уже вещи начинают все кому-то принадлежать уже кто-то разрабатывается создает что-то для людей получая с них доход люди получают блага до от использования всего продукта и а кто-то решил в этом всем посоревноваться вот и естественно совершенно уже другой подход все работает совершенно по-другому все выглядит по другому людям нужно от этого другое а и этого дают давайте киберспортом в олимпиаду да и никому нахер не нужна ваша олимпиада ребят все оставьте этот двадцатый девятнадцатый век там античная греция это бегайте дальше прыгайте вокруг появляются технологии скоро никто не будет ни бегать не прыгать возможно даже ходить и соответственно все будут играть компьютерные игры там появится виртуальная реальность с таким фул погружением типа как sword art онлайн и да через нейроинтерфейсы там кто-то что-то будет делать как в первом игроку подготовиться там все будут крутиться вернется а олимпиада превратится в пережиток прошлого это дело что то о чем я говорю это в перспективе 50 100 лет но мы все к этому идем и как раз таки сейчас говорить о том что вот там киберспорт олимпиады как было бы круто уже никому не нужно если олимпиада хотела хайпануть немножечко как когда-то и как-то при при присосаться вот к этому развивающимся во всех со всех сторон тренду то есть компьютерные игры и спорт в них который естественно обгонит спорт официальный это уже не 50 лет осталось лет 20 что она будет будет более популярна на киберспорт и вообще гейминг чем вообще обычный спорт и какие-то игры вне компьютера если они хотели к этому присосаться нужно было быть дальновидными и 20 лет назад начать это делать тогда сейчас было бы совершенно другое отношение но так как 20 лет назад там я кто-нибудь в моке разве что ха ха тебе говорил в лицо эти то теперь наоборот уже мы фактически киберспорт говорит ха ха вы нам нужны на свои турниры у нас свои стадионы у нас призовые у нас команды у нас это все офигенно как развита и это небольшой спорт и как мы как рук звезды ваш этот спорт уже как бы извините ваши эти медальки все это нафиг идет хотя конечно если вдруг на олимпиаде появятся какие-то виды из киберспорта нужно понимать что это именно не киберспорт как понять а именно конкретные игры как здесь да то там лол дот кс там не кс валорант не а то конечно ну для каких-то стран особенно это будет супер как бы важно они будут стараться туда отправить лучших спортсменов ну просто потому что до сих пор почему-то кто-то считает что это очень важно сколько у тебя золотых медалей на олимпиаде хотя мы это все понимаем что это полный бред но это просто показатель того сколько твоя страна может потратить бабок да в никуда типа ну да да болт которые бегают типа ничего не делал ничего не создают полезного вот ну то есть это какой-то ну как бы бред но это планета она вся из бреда состоит поэтому такая вот ситуация я сразу я наверное просто подытожу тем что я как бы вот если взять вот как условную линию до нейтральную и справа будет киберспорт очень нужен олимпиаде олимпиады киберспорту а слева ярослав то я наверное все таки вот относительно нуля чуть ближе к реку но я конечно не настолько но это просто так чтобы мне мне понравилось слушай я на самом деле даже не хотел тебя останавливать до чего ты мог дойти дальше не дальше все дальше это конечная точка я понял окей спорт на азиаде это был спорт на азиаде и переходим к кс и здесь наверное обсудим только одну новость но очень важную navi выиграли турнир один турнир всего-навсего да и вроде как очередной и онлайн но он был особенно важен потому что существует и существовала такая вещь в кс и как grand slam причем она существовала в несколько более сложном формате например существовал формат долгого grand slam intel grand slam подчеркну потому что именно благодаря компании intel он возможен ну что это такое этот долгий grand slam я так понимаю никто и не понял или ни разу он не состоялся поэтому его убрали вообще все реворкнут короче navi выиграли если про лигу а вместе с ней забрали intel grand slam что означает что к своим там около 200 тысяч долларов которые они получили они добавили еще миллион солидно не правда ли и они стали третьей командой первые были astralis по моему второй liquid и третья команда это собственно говоря вот поправьте меня первые кто забрал единственного не по не уверен вторые точно были liquid navi стали 3 но если первое то старались да старались liquid потом все очень просто есть турниры от esl и любая команда которая выиграет 4 в цикле она получает grand slam цикл определяется соответственно вот ну 1 1 выиграла 4 идет от массовое обнуление дальше заново идет опять кто-то выиграл 4 не обязательно подряд можно там с перерывами 4 победа на крупных турнирах есть второй grand slam вот собственно говоря это третий и сейчас начинается четвертый цикл он будет немного переработан я честно говоря так и не понял видимо они только вот прям самые крупные турниры оставят потому что очень много бабок возможно платить нужно каждый вот по миллиону возможно просто для того чтобы придать престижности то есть теперь прям вот какой-то им катавицы и м кель и прям крупные какие-то турниры из серии мейджоров которые будут проводиться esl они будут учитываться все четыре турнира никакого долгого грандслэм больше нет который существовал ну и собственно нави выиграли этот грандслэм вспоминая новость про флейме вице-президент кармак вице-президент esl сказал что флейме имеет право на часть денег почему потому что часть турниров на которых играли нави он играл составе и было бы нечестно отдавать все деньги человеку который пришел на замену да и выиграл один в конце там или два все-таки он внес свой вклад он имеет право на часть из этого ну миллиона получается по 200 тысяч делится да наверное его 200 тысяч будут разделены с битом в пропорциях ну три к одному на если он 3 выиграла бит один мне кажется это будет максимально честно скорее всего так и есть об этом честно говоря никакой инфы не нашел но кроме того что он имеет право ну и вообще это была большая победа для нави прям супер рады они были непростой был финал с vitality где казалось в какой-то момент уже вот чуть-чуть еще бы чуть-чуть и vitality взяли вверх более того кстати за то что ты побеждаешь команду которая может забрать grand slam ты получаешь сотку ну как за это за за то что ты обломал ее то есть 100 тысяч долларов ты получаешь но вот vitality могли получить не получили не смогли ничего обломать нави по красоте действительно находится в какой-то невероятной форме и учитывая что мажор по кс все-таки состоится и более того объявлены уже что он будет со зрителями и будет он швеции проходить нави являются супер претендентами на звание чемпиона это очень важно потому что несмотря на все заслуги невероятную форму у нави до сих пор так и нет звание чемпиона мейджора и не будет ну прям если уж не в этом составе то я не знаю в каком есть не в этой форме уже вся сейчас у них прям все максимально круто выглядит остается только вот забрать мажор и все мне кажется после этого нави распадутся если честно если заберут потому что все они достигнут всего грубо говоря и чё делать ну типа да как астралис но может быть повыигрывают еще год там всех и тогда уж точно все очень тяжело хотя с другой стороны я вот смотрю на симпла и чё-то как-то он продолжает жарить несмотря на то что жарит уже долгое время он прям продолжает жарить и все круче и круче и круче интересно когда уже там батарейка сядет она все не садится мне кажется он уже сам думает когда я перестану всех уничтожать вот такая вот кайсерская новость никто не играет кроме него играть в кэс уже все лара анти нормальные люди давно к этому и мы кстати сейчас прямо перейдем давай вот так вот я хотел немножко другой новости перейти но если уж мы про валорант здесь тоже есть что обсудить потому что вчера состоялся финал чемпионс тура финал турнира вот этого манну мажора короче говоря по валоранту и внезапно ну во всяком случае для меня это было внезапно хотя судя по сетке это было не очень внезапно потому что гамбит проиграли только одну карту в плей-офф гамбит его выиграли разгромив team envy в финале со счетом 3-0 причем на одной из карт они выиграли с сухим счетом вообще это вот так вот валорант у нас в снг воспрял но я специально спросил у своих там подписчиков потому что сам я не смотрел сколько было зрителей на что мне сказали что вот где-то 700 тысяч против 15 это англоязычная трансляция и русскоязычная 15 типа неплохо но нужно понимать что на фоне мирового интереса в снг интерес к валоранту все еще низкий и вот сейчас вот гадают вот эта победа гамбит она даст толчок какой-то дополнительный или же нет как ты думаешь ну да должна да тут надо чтобы было в какой-то какой-то длительном периоде короче стабильные результаты у коллектива и тогда я думаю даст бесспорно если не будет если это единственный такой вот выстрел этого ружья после чего команда там перестанет выступать и короче ну 20 успеха и кто-то другой будет то я думаю что скорее всего какого-то развития у ларанта серьезного не будет то что все таки я не знаю почему это мы по миллиону лет можем обсуждать но у нас у нас очень консервативный народ очень консервативный народ это очень мало и что новое воспринимает как что-то дельное хорошее чаще все в штыки чаще все в штыки воспринимается людьми поэтому как-то к в ларанту тоже очень холодно отнеслись то у нас у нас у него никто не играет его никто не стримит вот никто не смотрит удивительно что при этом результаты вот такие да ну слушай но это это как бы понимаешь работяги работяги я так скажу на наша команда они в каждой практически дисциплине которая появляется новенькая наши команды добиваются хороших результатов в начале если что я напомню может быть уже все забыли но как-то раз команда гамбит против или подожди ли это были им 5 или кто там но выиграли ворлдс там когда-то 15 лет назад в лоле вот он тогда был совсем маленький и так далее но было такое как бы алексеевич там и его друзья потому что еще и другие не научились играть алексеевич тер-3 дотер пошел научился в лол играть быстренько потому что были задатки так скажем и пошли выиграли чемпорт мира да ну помнишь давно было да 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 москву файф москву файф москву файф существовало ну потому что гамбит это москву файф переделанный я напомню я все грамм смелый когда вернется возможно будет отжимать себе скажет мое вот они были еще москву файф но это как бы уже был практически гамбит вот и на наша команда очень часто в начале на первых турнирах выстреливают очень круто потому что ну как ни крути народ у нас типа находчивый находчивый быстро адаптируются у нас игроки другой вопрос что когда я делал потом разговор заходит о том что пора крепко работать начать прям въебывать вот в этот момент наши команды частенько начинают как-то терять как-то не могут удержаться потихонечку результаты все хуже и хуже и потом со временем в один момент ты смотришь что весь топ в китае весь топ там лола например это только китайцы корейцы практически ну и плюс там вклинившиеся еще не европейцы какие-то американцы а наших уже вообще нет даже даже там в топ-20 вот так частенько происходит с лоран там такое тоже может вполне себе произойти по итогам опять же учитывая что игра непопулярная среди масс среди масс то есть не будет подпитки на какой-нибудь один игрок из этой команды из гамбит начнет сдавать все поймут что его на менять а на кого менять а хрен знает то что нет подпитки новой кровью постоянно он слушает и слышала такой теме как вот этот эффект мандела по моему когда есть какие-то ложные воспоминания которые ну так как ложные факты у меня знаешь мне такое ощущение что у москву файф никогда не выигрывали ворлс но выиграл и ну это может этого он тогда еще не был ворлс максимум максимум они заняли третье четвертое место в 2012 году потому что я вот смотрю сейчас все вы я просто почему я начал проверять потому что мне показалось что я где-то слышал я не не смог вспомнить это правда или нет я вот залез и вижу что 2011 их вообще не было а в двенадцатом третье четвертое место есть лоллера в чате чтобы я видимо да короче возможно этот но тогда еще еще получается что даже не выигрывали мы никогда ничего по лиге легенд а только я почему-то тоже помню что было во всяком случае все говорили но я не следил за лига легенд вообще долгое время поэтому я не помню как они там поднимали кубок в отличие от navi которые поднимали в измените фотки вот эти или это тоже не мне это был чек на алям баксов там это было до 100 процентов информации так это у нас было чем мы обсуждали то вообще а это мы обсуждали в лоранта победу команды гамбит в общем неожиданно довольно для меня и я честно говоря не думал что мы в лоранте стреляем интересно как дальше вот трансляции наберут не наберут потому что даже в случае вот есть как ярик описывает будет хорошие результаты долгое время все равно может не набрать просто не станут популярны в другом регионе грубо говоря и у нас дисциплина так и не разовьется так но раз уж мы пошли по дисциплинам от которых мы немножко далеки free fire здесь все достаточно просто гарена отменила чемпионат мира по фри файр который должен который должен был пройти на лане вот такие дела дам по мобильной королевской битве говорят что они еще ищут площадку и пытаются как-то найти но пока что он отменен отложен перенесен непонятно в ноябре они должны были где-то играть по ум даже не было анонсировано где но им немножко проще из-за того что дисциплина мобильная им не нужно там кого-то компов огромное количество в принципе может быть даже и мне особенно нужно именно прямо стадион на все зависит от того какой я честно говоря не смотрел чемпионаты по free fire вот именно я смотрел но я не помню на какой арене они там сидели в записи когда пересматривал в общем суть в том что не могут они найти и возможно подождут когда ситуация нормализуется хотя с другой стороны если пройдет 10 лет и ситуация останется такой же можно ли говорить о том что она уже нормализовалась и лучше уже не будет с к видом наверное можно отчасти но лучше уже не будет ну вон говорят что они ем выиграли ну не суть на самом деле важно то есть одиннадцатом двернадцатом году m5 была очень сильная команда типа которая могла очень крутые хотя в лол никто не играл это очень-то дочери были переехавшие то есть алексич если что это был чел который там не знаю в 2010 году даже не знаю с кем сейчас сравнить блин смайлин найт может такого уровня игрок ну типа то есть тир 3 дотер без каких-либо результатов и без какой-либо перспектив пошел в новую игру и просто приложил там усилия пока там еще никто не научился играть и в итоге как бы имея уже опыт подобных игр да ну то есть моба игры ну и плюс какую-то команду и какой-то настрой и бла-бла-бла поработав конкретно смогли они там добиваться результатов неплохих ну а потом все сдулось соответственно в ларанте подобная история как то тоже то есть на старте на старте наши команды короче всегда неплохи всегда неплохи со временем тухнет все обычно я напомню что и в доту и в первую и в вторую собственно и ситуация была абсолютно такая до сих пор мы считаем что ну вот у меня как у человека который следил за второй дотой а во второй доте в первой может быть и нет а во второй доте прям доминация жесткая была снг команд долгое время ну там сначала navi там потом много там empire выиграли потом в п но мы empire правда больше так вот в онлайне по ходу года у меня до сих пор есть вера что мы-то на самом деле джебошим а нас результаты если сможешь думаешь где мы джебошим то то есть придет человек им дамы джебошим у нас сильные дотеры окей смотрим результаты чемпионаты мира последние нет ну просто объективно на многих турнирах хорошие результаты показываем но вот если мерило как int использовать туда уже там даже он сегодня статистику видел это выложили процентах не статистику а прогноз что там lgd больше всех шансов выиграть int у них там что-то из серии 30 процентов по моему а у в п больше всего процент на 9 12 место но там у них как бы более такая распределенная то есть они как темные лошадки больше но вот 9 12 уже туда прям такая метка поставлено жирная крест кунки знаешь ты можешь так м 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 если бы я составлял какой-то такой ранкинг я бы тоже поставил в п бы на 9 12 самое забавное что у спирит в этом шансов что-то из серии 9 процентов выиграть int у спирит 3 но шанс на 9 12 у них точно такой же то есть как бы как это вышло так ну вот так вот на пятое место разве на 5 мне показалось что я посмотрел что самый большой на я видел ног сель там какой-то там он вроде на 5 на 5 6 сорян тогда это все эффект мандела это и у ног свеля и у этого и у букмекеров на самом деле я у разных смотрел тоже в принципе тоже в районе 5 6 место ставит в п прогнозом но это очень-очень оптимистично то есть если что если что я бы я считаю что 5 6 место для virtus pro это только в случае если только в случае если им повезет то есть может повезти а может не повезти что такое повезет повезет это значит будет сетка такая на что будет будут ну они не встретят до этого момента команды которые они не могут выиграть среди в командам про регио джи секрет мы а и джи вичи мы короче друзья мы на следующем подкасте если он состоится он вроде как должен мы сериком будем делать этот распределение но не по местам а знаете как сейчас популярно делать по тиром типа стир короче будем то делать распределение команд вот там там все будет наш взгляд объективный ну что это какая-то математическая модель на деле все может но это как бы люди играем не машина статистика она это классная штука но всем же прекрасно понятно да что статистика работает на при большой выборке везде и всегда статистика никогда не работает если раз говорить об одном каком-то конкретном мероприятие и винти матчи чемпионате так ну и дата переходим к доте и тут куча всего вперемешку связанная с анонсами battle pass патчами ну во первых с чего вы начать ну наверное начнем с патча то есть вышел нас патч 730 потом 730 б потом 730 c где было всяких изменений и потом еще вышел rework ops мода короче с украшательствами которые многие раскритиковали я поначалу тоже но не совсем согласен с общей вот тенденцией какой-то ну начну наверное от себя что можно сказать по поводу реворка косметического и реплеев потому что я в этом очень много времени провожу что в итоге в принципе сделали неплохо то есть раньше была панелька снизу сейчас она справа сверху она покороче да то из-за того что она покороче не так удобно по времени смотреть но все равно если ты тянешь за ползунок видно таймер то есть вот была претензия что не видно таймеру когда его мотаешь нет таймер видно в первый день не работали клавиши плюс минус когда скорость нужно было мотать ну короче если все обобщить изначально было прям очень много минусов по большому счету все глобальные минусы остались некоторые вещи стали удобнее для просмотра но сильно это конечно не повлияло что повлияло так это отображение смоков рошана стало действительно удобнее смотреть когда там заканчивается аегис когда прожали смоки руны появляются это вообще ни у кого не было что там типа руна появилась снизу руна появилась сверху и много разговоров вокруг вот самого аегиса ну ярик ты играл ты наверняка видел да что теперь на егисе написано когда он закончится причем да и у врага и 10 лет понадобилось вальва чтобы добавить эту штуку ну то есть ты согласен с тем что это норма тема конечно люди которые не согласны когда ты конечно большинство откликов которые читал просто люди не особо понимают которые пишут и не особо понимают вызвать нужно ждут прекратить говорить дота настолько сложная игра что добавляя таймер хотя бы добавляя таймер ты сильно проще и не делаешь человек который зайдет с улицы он просто охренеет вот пример короче вот опять же пришла к нам вот новая ведущая им мы типа там смотрели аналитику такой пробную 9 in the final проводили но я и говорю ну вот смотри вот главная фишка вот конкретно этой карты но уже так не эфире ну просто вот главная фишка что вот есть вот этот ешь bristol б а есть этот вертолет гирокоптер и гирокоптер купил диффуз такой такую вещь которая сжигает ману вот и сжег ману bristol бэку и тот не смог там пользоваться своей способностью просто вот как вы думаете какой вопрос она мне задала что такое мана что такое мана да что такое мана и вы говорите что игра слишком ну типа акузуаливание происходит это говорит серьезно чувак нет никаких вы я уже говорил я буду среди тебя вести разъяснительную работу нет никаких вы есть всегда в любом месте всегда будет куча говнарей каких-то которые которые все типа вот новые не нравится какие-то какие-то об на какие-то облегчения типа им не нравится и мы им надо калаши флешкой рашить банан вот типа 15 лет эти будут заниматься и чтобы ничего не менялась желательно нормальный человек смотрит на это позитивно понимаешь вот он будет негативно смотреть на негативные вещи то что на аегисе наконец-то написан таймер и тебе не надо как припадочному писать в чат какие-то сообщения когда умирает рашан может кликать было в рашпит куда-то до сих люди писали понимаешь в чат потом случайно писали волчат и вскоржали типа короче не надо просто этот это так всегда должно было быть как еще миллион вещей которые добавили в доте за последние пять лет должны были быть всегда то есть я считаю что как бы вот в доте все изменения за последние пять лет кроме нейтральных предметов которые все еще спорные на самом деле момент все остальные это позитивные изменения вопрос в том что они происходят почему-то с черепашей скоростью все то что сделано со смоками рашаном и так далее это должно было быть в начале вот игра вышла и это должно было быть там сразу все вот эти тайминги все эти таймеры то что показывает это все должно было быть сначала то что почему-то 10 по 10 лет нужно чтобы догадаться что на чертом аегисе должно быть написано сколько он действует это вызывает вопросы но то что это наконец-то сделали это вопросов не вызывает пять лет убирали миллиард типов урона оставив три наконец-то да 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 то есть как бы все здесь по делу это супер очередные позитивные изменения в доте за что спасибо конечно валю что в принципе они не забили на игру и пускай медленно но как бы делают какие-то дела так ну вышел компендиум бесплатный где там можно фэнтези карточки все дела вообще что скажешь по поводу патча вот новые мы же его вообще не обсуждали 730 то есть такой вот rework 730 c наверное уже примут сделали 730 я просто не помню как все это патч это последний это самый глобальный который вот и добавили то что за стаки свены порезали где на изна и это это 730 c как это вроде до 30 это последний ну да так они сделали фиксы багов и прочим я реально понял что действительно ты мардела что 730 c лететь а нет теперь если лагерь крипов стак на за их убийство дается на 15 меньше золота 730 c было а 730 он еще глобальнее ну вот относительно а это где он брикер добавили что-либо игру а еще в 730 сделали в 730 c это же добавили я не могу открыть у меня сайт доты почему-то бесконечно все я понял это где поменяли поменяли да вот это прям самый глобальный смысле к этому патчу уже больше месяца алё мы как мы его не обсуждаем мы должны были вас обсуждали должны были по его он 17 августа вышел а у нас был эфир 23 да слушаем это значит его обсуждали я уже забыл я сижу думаю какой патч то я помню последний свин там типа порезали свин от меня 730 тысячи 725 кинга добавили вот не обсуждали ничего не обсуждать нормальный контент вышел хорошие с патчем в батл пассе также был выпущен анонс комментаторов nta который ну как всегда это квинтэссенция он начал поджигать начал кто тексас поджог этот фитиль с первым написав что его не позвали потом после тексаса был не помню кто и потом вот выяснилось что каспер потом ты написал что тебя не позвали в итоге вышел список и все просто разразились вопросом кто такой борис белозер я реально чтобы ты понимал вот знаешь в этот раз реально все потому что когда я пришел в руха и меня наш креатив не креативный продюсер короче говоря паша а кто такой этот барбей я понял что реально не только ну что реально бориса белозеров многие не знают вот для особенно для дотеров это что-то максимально незнакомое 50 процентов людей которые его узнали даже нет 75 процентов людей которые его узнали знали его как чувака со стрима олсы типа наверное смотрели так а так вот вот эту позовем вот эту вот девочку наверное а нет это менеджер lines так следующий этот так этот а это это волосер его и так зовем и вот собственно позвали борису белозер уух он спросил как он позвали тип из com у меня messer написал то есть вы Wu alsior позвал наинт возможно алсер заход всех наинт я думаю что вопрос в другом что им когда-то вы не спрашивали как зовут наинт типа спрашивают увела то там и еще там adventure выifs кого бы вы бы позвали я вот праву мнению вот есть список людей вас какой-то кого бы вы позвали вот они спросили, у десяти людей спросили, где больше всего пересечений или им что-то понравилось, того они типа и позвали. Ну да, спросили. Тут сказали, позвали бы там этого, не знаю, адекват и этот сказал, этот и этот. Ну, хрен знает, тут какой адекват, там никто не знает. Ну, типа, ну, все сказали, ну, очевидно, надо позвать. А что? А тут, я думаю, что просто они написали, ну, типа, сказали, что ну, вот такой прикольный чел, он типа, он же не будет там в аналитике, в комментировании, это то ли прешоу, то ли постшоу. Вот, да, это очень важный момент, который до сих пор многие не понимают, что я, честно говоря, сам не знаю, но я, в принципе, куда меня не посади, я этим занимаюсь на протяжении последних двух лет уж точно, потому что я и в аналитике был на ведущего, но, наверное, с таким количеством проигроков, у нас там одни проигроки практически, в аналитику сесть не получится, да и, слава богу, я не очень там люблю находиться, то есть я буду комментировать, это понятно. Кто будет ведущим, кто комментатором, тоже не совсем понятно, но нужно понимать, что вряд ли Белозёрова посадят перед факером и он его будет спрашивать, типа, что делать, что делать, перед, перед, ссори, перед там ведущим, который будет сидеть и он будет там, как ты думаешь, Кунка здесь там, отличный выбор. Ну, нет, ну тут понятно, тут можно сразу сказать, что Кунка говно, в любом случае. Да, не, 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 ну, конечно, его позвали именно в какой-то пост-пре-шоу, там, как какой-нибудь пирин флагса в англоязычной, звали раньше, сейчас не знаю, звали или нет, он как бы тоже не шарит особо за профессиональную доту, прям так круто, но вот он там всякие шоу делал, ну, то есть, это просто чел, вот, как Игорь Алин, если бы поехал. Не, в смысле, он поедет же, он же просто не попал в официальный анонс, ну, что он на свой канал будет. Безусловно, так и будет, ну, если что, он сто процентов поедет, осталось только проходку сутить. Ну, короче, я что-то хотел сказать там, а, ну, так вот, так что, ну, типа, да, это нормально, то есть, а вот, например, что они не позвали, Яна Непомнящего, не знаю, может быть, он отказался. Я думаю, что он отказался, у него же матч за шахматную корону. А он именно в это время прям? Он нет, но он даже отказался от недавно проходящего кубка по шахматам, потому что подготовка идет. Ну, логично, да, готовиться надо, а тут, если бы там, типа, на день можно было бы зайти, я думаю, он бы зашел, отвлечься от шахмат, как раз-таки там с людьми поболтать, ну, а тут ехать на на неделю, на две, да, учитывая, тем более, все там проблемы с перелетами, вакцинациями всякими, это все тоже же накладывает определенные тоже моменты, что тебе там надо справки какие-то получать. Короче, впадло, что называется, лишний раз этим заниматься, вот. Эрик, справки не нужны, там QR-код. Не важно. У всех, ну, ладно, да. Ладно, мысль твоя понятна, что... И этим заниматься, а тут еще и куда-то ехать, и вообще, так что, да, ничего удивительного. Вот, ну, а так позвали Белозеров и Нормас, Борис прикольный чел. Ну, и... Наверняка что-нибудь прикольное расскажет. Ну, и да, и, в общем-то, вопросов по... Как всегда, вопросы есть некоторые, там, вот я сейчас посмотрел ролик Марфа, например, опять же, и у него там возникли какие-то вопросы, и, в принципе, понятно, что есть суперпопулярные стримеры, ну, например, Никс, да, это же самый, получается, много собирающий людей у себя на стриме комьюнити кастер из... за последние турниры. Ну, вот за самый последний, по-моему, там, что-то у всех было примерно по уровню, я смотрел до этого, и в том числе на квалах у него, ну, было много. Есть Дахак еще, да, который тоже, в принципе, Дахак, он когда в Рухап приходил, он что-то говорил. Я просто по секрету скажу, Дахак не существует, как и Никс, как и еще, ну, типа, люди, вот, Дредвы, он не существует, потому что, если мейнкаст, как бы вот, когда их спрашивали там, кто-то там в Рухапе, и кто-то там еще, никто не написал, что позвал бы Никса, он не существует. В Вальве никто не знает никого, кого не предложит тот пул людей, с которыми они, типа, общаются. Как бы, я не знаю этот пул людей, на самом деле заподнанно, его никто не знает, кроме самих Вальвы. Можно попробовать у Вальвы спросить, но они, скорее всего, не расскажут. То есть, есть какой-то определенный пул людей, вот, у которых они интересуются. Хрен знает, что за пул до конца. Ну, вот, я говорю, мне сказал, вот, Белозеров, что ему All Sears написал, а мейнкаст уже общался, типа, с Вальвой. Ну, то, что в мейнкаст общается с Вальвой, и они входят в этот пул людей, это я и так знаю. Когда мы вместе работали в Рухапе, и я, как бы, ходил в этот пул людей опосредованно через Вилата, или экстримчика, с которым Вальвы общаются там уже последние 10 лет, что называется. Я тоже, в итоге, тоже советовал кого-то позвать, в частности себя. Видишь, как удобно. Вилата, например, тоже всегда позовут, потому что он сам себя посоветует. Ну, соответственно, но если, вот, там, и Вилата и экстримчик не сказали ничего про Никса, и Дахака, и Айсберга, или еще кого-то, и там еще какие-то люди, которых они спрашивают, никто не сказал, не существует Никса, его не могут позвать, его нет. Откуда они узнают, что он вообще есть? Типа, они не смотрят Твич, понимаешь, СНГшный, они, у них нет людей, которые этим занимаются. У них есть доверительное какое-то количество людей, у которых они спрашивают. Это, ну, как бы, я просто не знаю, неужели это непонятно? Неужели кто-то думает, что там реально кто-то сидит? Вот, как я читал, какой-то абсурдный, абсолютно блок у этого, на Сиберспорте, от Пилот Бейкера, по-моему, который говорит, ну, стало очевидно, что Valve занимаются этим напрямую. Да, чувак, происходит, и по-другому выбору людей происходит, поэтому Никс не существует. Потому что, очевидно, Valve Никса вряд ли советовал. Типа, у них там скользкие отношения, вот, и так далее. Хотя, может быть, Никс единственный, кто отказался, типа, Хаза? Надо спросить. Не-не-не. Не интересовался. Вроде как не отказался. Такой инфы не было, во всяком случае. он может говорить. Короче, да, я полностью могу подтвердить, что процесс в этом плане, он какой-то такой, ну, вот, Ярику он понятный, а я бы сказал, наоборот, он запутанный, потому что, даже Хвост писал по поводу фоток же, недавно, что каждый год спрашивают. То есть, вот приходит письмо, типа, отправьте фотку. Ты там сидишь, выбираешь фотку. Я отправил фотку, через день мне написал один из менеджеров Мейнкаста, типа, скинь свою фотку, там, на зеленке, без лого студии. Я не знаю, может, я говорю, ну, ты что с ней собираешься делать? Давай только это. Давай только без этого. Вот. На что он сказал, тогда можно не присылать, но я все равно отправил, и ее в итоге никуда не включили, оставив мустар. Ну да, ну, потому что, типа, Мейнкаст занимается, ну, как бы, скажем так, не то, что Мейнкаст, а команда, просто, скажем так, команда, которая работает в Мейнкасте. Занимается продакшеном для турниров, вот, как бы, Valve, русскоязычная студия, с первого этого самого турнира. Там есть такой Александр Смаглюк, главфреш. На который повезли, потому что на первых там вообще никого не было. Ну, на третьем, помнишь, как там вообще как на балконе сидишь? Вот с четвертого, где был какой-то продакшен, то есть там был переводчик. И был переводчик. Есть такой Александр Смаглюк, главфреш в Мейнкасте, вот, как бы, Valve с ним работают и доверяют ему, ну, как бы, там, получается, там, несколько людей из Мейнкаста, которым они доверяют, и в итоге продакшен, как бы, делается вот этими людьми, я считаю. Поэтому они могли у тебя спрашивать, потому что, возможно, собирались там что-то добавить, но в итоге, как обычно, часто это бывает, ничего никто не добавил, там, что-то забыли, что надо сделать, и не надо сделать. Ну, короче, классика. Ну, кстати говоря, вот, Александр Смаглюк, действительно, такой очень классный чел, напоминающий мне, вот, знаешь, такой арт-стайл от мира продакшена, то есть он тоже с ним, когда он говорит, так он всегда спокойно, но, что очень важно, он при этом очень эмоциональный человек, могу рассказать, cool story 6-го НТА, где я был обсервером, ну, как бы орать на людей, это деструктивно, максимально, если что-то идет, особенно, если это вообще люди не виноваты, а просто вот что-то случилось, да, и ты по факту оказался заложником ситуации, а когда ты занимаешься продакшеном, такое бывает, потому что зачастую, допустим, выводят какую-нибудь фигню в общий клинфит, которым даже русскоязыч, ну, русский продакшен не занимается, да, и он как бы подсасывается туда, и бывают какие-то там косяки, и вот в один из таких моментов, видимо, я не знаю, что произошло, на самом деле, никто даже не понял, что что-то произошло, потому что это только ему заметный какой-то косяк, но он этого очень не любит, поэтому он просто пошел за сцену, чтобы никого не нервировать, ничего, там стоял такой стул, знаете, вот а-ля DX Racer, такие, которые прям, ну, он стоит очень мощно, его не сдвинуть, то есть он не опрокидывается, и он, короче, прописал этому стулу такой хук жесткий, и стул прям реально, он еще бы чуть-чуть, и он упал бы, он прям так отклонился назад, и так, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-вэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. После чего Александр Смагдёх вернулся обратно, и все. Ну, что произошло, я, честно говоря, не помню, каких-то косяков жестких на шестом инте, я вообще... Ну, смысле? везде не был переводчик. А были? Был ли переводчик на шестом инте? -ник? В смысле, конечно. Да, я уже просто не помню. Я был на седьмом, по-моему, и на восьмом. Где-то, ну, на шестом 100%. Вот вообще без вариантов. То есть, если на четвертом просто переводчик сидел в эфире, и на пятом тоже, то на шестом, возможно, он уже где-то был не в эфире, но за кадром переводы его были стабильны. Переводчик. Да. Вот такая вот у нас, значит, что у нас еще? Баттл Пасс, Реворд. Давай уже улиточку. Анонс. Ну да, вообще на самом деле я так смотрю. А, ну, перед улиточкой еще один у нас такой анонс, который просто свеженький, прям очень-очень свежий. Сегодня Нигма анонсировали свое слияние с организацией Galaxy Racer, и теперь эта организация будет называться Нигма Гэлакси, и она выступит на Инте. Вот такое вот какое-то слияние. Штаб-квартира Нигмы Гэлакси будет располагаться в Абу-Дабе. Главным спонсором продолжит выступать Итихэд Айрвейс. Ну, в общем, видимо, Нигмы решили добавить к себе вот эти вот составы по куче других дисциплин к Доте, но самым простым способом решили вот такое слияние организовать. И я буквально перед нашим подкастом зашел в Твиттер и увидел сообщение от SEO команды Reality Rift, ну, русский SEO, если кто не помнит, этой организации, которая находится в Юго-Восточной Азии, что это, по его мнению, ну, он написал типа Пурнигма, что это не очень хорошее решение, что, ну, мол, так, не-е-е, потому что ему Galaxy Racer в итоге за трансфер одного из игроков в итоге выплатили с трудом какие-то бабки, нехоти, и то только потому, что он раздувал шумиху в соцсетях, что называется, и нагнетал, а так бы сидел бы он без денежек. Короче, вот такое вот слияние. Интересно, кто, ну, зачем оно нужно, кто, чего, почему, можно только догадываться, я пока инфы особо не нашел, но я вот представляю именно так, что Нигма — это дота, Нигма — это деньги от вот слияния вот с этим, не знаю, как сказать, ну, от спонсорства Этихада, от отношений с Абу-Даби, да, а Galaxy Racer — это инфраструктура с кучей CSGO, Valorant, League of Legends, Fortnite, PUBG Mobile, Free Fire и Wild Rift. Вот столько всего есть в Galaxy Racer. В общем, короче, будем следить, посмотрим на их результаты, думаю, что для них этот тент был бы важен, но... Но извините, там будут играть другие команды. Я, кстати, сказал, что они будут на Инте выступать, но, конечно же, нет. Просто в моем, как сказать, в моем мире, ну, уже все поняли, что Faker в моем в мире ведущие студии аналитики, а Нигма играют... Ну, короче, в твоем мире ты на прошлом Инте остался. Да. Тогда мы, Вован, идем сегодня вечером в Браунстоун. Я, кстати, один раз только там был. Я один раз там только не был, вот. Что могу сказать? Да. Я расскажу историю про Браунстоун. Про народных героев. Я просто все помню. Народный герой заболел, что-то говорится. А вот не будет. Ой, ладно, неважно. Тут приболел, что бывает. Кстати говоря, да, да, да. Мне тоже, вот недавно мы у нас съемки проходили, и один из списка народных героев, он должен был приехать в студию, но у него в этот день не было ни эфира, ничего-то еще. И вот Паша, про которого я сегодня рассказывал, он даже подумал, странно. И он приедет, и прямо в этот момент у него пришло уведомление, где народный герой писал, что он приболел. Ну приболел, что, скобливал. Приехал на турнир, что-то заболел. Не работает. Работа играет. Надеюсь, никто не заболеет, кстати говоря. Я очень надеюсь. Тем более, что героев немало, как говорится. Ковид все дела. Не, ну конечно, да. Так, ну что? Вообще опасно. У нас, я так смотрю, что еще, вот прям самое-самое-самое что-то. А, ну, конечно, мы не можем еще две маленькие новости, особо их мы обсуждать не будем, потому что мы далеки от Лиги Легенды, и в принципе обсуждать тут нечего. Но просто они все-таки анонсировали место проведения чемпионата этого года, и пройдет он в Рикьявике. Ну, кто бы сомневался, что опять в Исландии. Им там, видимо, понравилось. Уже два турнира там провели, и, собственно, будут проводить еще раз Рикьявик. Да, да, список уже окончательно сформирован. От СНГ опять Unicorns of Love. Забавно, кстати, видел новость, что ты из серии. Как много приносят там, как много интереса у зрителей к Лиге Легенд, вот именно киберспортивной, и такой еще приписка, СНГ не на последнем месте, типа ЛЦЛ не на последнем месте. Ну, ЛЦЛ оказался на предпоследнем месте, выступая Австралией. По итогам исключительно. И еще одна новость про успехи наших фортнайтеров. Ребятки из фортнайта в составе, ну, бывшие разные игроки и организации. Понятно, что сейчас все от фортнайта отказались, потому что игрокам проще просто играть самих за себя. Туз, Штормрайт, Евоза и как раз Киряча, тот самый, про которого мы как-то уже упоминали. Они выиграли турнир с призовым, ну, с большим призовым, они выиграли 300 тысяч на четверых. Это стало самым крупным выигрышем на турнире у СНГшных фортнайтеров. Так что их мы тоже обязательно поздравляем. Ну что же, теперь уже можно медленно, но верно, перекатываться в улиточку. Здесь у нас всякого я накидал. Что-то было, не знаю, есть, которые мне просто показались смешными, есть нет. Начнем сразу с бомбы. Вот я прочитаю. G2 показывают мастер-класс в трэш-токе перед матчем против Сентинелс. Давайте посмотрим видос. Что происходит? G2 лучше организация. Боже, это же реально охерительно. Да, да, это была ответочка. Может быть, я не знаю, может, я зря с этого начал, потому что лучше уже не будет. Не, ну лучше реально не будет, если что. Но нормально, ты, по крайней мере, уже начал. Ну, по крайней мере, да. По крайней мере, улиточка сегодня состоялась не зря. Ну да. Кулстория. Как-то предложили нам, рухабовцам, в лице меня, адеквата, Морталиса и Смайла, побиться с рейтингом букмекеров в ставочной битве. И, значит, начали мы неплохо. Я первый делал ставки, хотя я обычно не делаю. В итоге мы там вышли вперед и наращивали темп, так сказать. Итоги этого соревнования. Стартовый пул был 10 тысяч. Рейтинг букмекеров 15 251 рубль 25 копеек, рухаб 0. Мы все слили в конце. Пытались отыграться на лоу-коэффициентах, но не пошло. Мне постоянно руинили СНГ-команды, потому что я... Да, 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 мне тоже. Они проигрывали, но они где-то карту отжимали, там лишнюю, где-то наоборот не отжимали. Ну, неизменно было одно. Я еще сидел тогда, Mobile Legends комментировал в студии Electronic Mushroom, и я такой, о, хорошо. И мне подошел и спросил один коллега, а говорит, а почему ты все время ставишь на поражение наших? Я говорю, так такова жизнь. Хочешь жить, ставь на правдоподобные результаты. Во, кстати, еще неплохая. Короче, вышел на сайте forsystems.ru, вышел какой-то список топ-стримеров, и там что-то все вперемешку накидано. Но я нашел тут вот такой вот списочек, очень интересный. Сейчас я его найду. Во, русские стримеры на Твиче. Вообще, в России платформа Твиче и Ютуб используется спонсором, спросом среди молодого поколения. Не только русскоязычные парни, но и девушки создают каналы, проводятся различные стримы. Ну, короче, бла-бла-бла. В список 10 популярных стримеров России входят парни-девушки. Основной список выглядит следующим образом. Первое место. Gnum. Сначала играл в Hearthstone, позже стал записывать интересные трансляции, в которых общается с 40 миллионами зрителей о новых сериалах или фильмах. Основной список игр – артефакт Hearthstone. Так. Еще один русский игрок – Кармик Куала. Стал известен благодаря хорошему разбиранию мировых рекордов. Долгое время играл в Гетте Новый Рид и Дота 2. Помимо этого, комментировал StarCraft 2 и Лигу Легенд для 82 624 подписчиков. Геймер Алсер специализируется по игре… На починке компьютера. Специализируется… Да, кстати, есть и такое, сейчас после этого расскажу. По игре CSGO занимается просмотром турниров и обсуждает геймплей. Ему давно приписывают звание лучшего современного дотера, чтобы в лице в мастерстве. Пустите канал. Имеет 1,4 миллиона зрителей. Dendy, эксперт Дота 2. Общается… Денди просто… Ладно, все. Говорю, лучше уже не будет, но… Деньги, эксперт в Дота 2. Это все. Это понятно. Общается с онлайном… Онлайн с… 6… 6… 665 239 игроков разного уровня. Дота 2 RUHUB. Еще один стример Дота 2 с количеством поклонников. 666 800. Артас рассказывает тоже там 600 тысяч подписчикам о нюансах авточесс. Ну и… Это уже где-то это все можно увидеть. Это такая великолепная… Там где-то в середине. Там на девятом месте Карина и десятое место. Ярослав, тебе особенно понравится. Дота 2 не теряет популярности, а обзоры Dreads TV привлекают внимание 638 тысяч пользователей. Обзоры? Снаменитые обзоры Dreads TV. Снаменитые обзоры Dreads TV. Да, вот это просто какой-то набор, набор каких-то, я не знаю, символов. Нейросеть написал этот текст. Да, опять! Опять это заметная история про нейросеть, которая пишет текст. Кстати, по Боудолси и его объявление, действительно, недавно видел объявление, прислал Лолси, он был очень недоволен. Вот я его спросил, он сказал, что там с камеры, типа, ну или знаменитые какие-то, может быть, эти мастера, которые приходят и выписывают гигантский счет. Недавно так свет починил за кучу тысяч рублей. Вот. Так что будьте внимательны и лучше просто срывайте эти объявы. Так, ну и если мы говорим про нейросети и трэш, то давайте еще вот посмотрим картинку. Все наверняка видели, очень популярно в моем твиттере стало, про россиянку Морозову некто, по кличке Самый быстрый род, которая вошла в историю киберспорта. 17 сентября компания-разработчик Абидрак и Квалаф убил полный список интерфанетиков, который будет освещать вести киберспортивный турнир с Интернешнл 2021 в Бухаресте. Вот. Для тех, кто не в курсе, Даша, когда пришла в Рухаб, у нее было такое, типа, она говорила, что у нее где-то там в университете прозвали самый быстрый род на Диком Западе, потому что она очень быстро говорила. С тех пор она поняла, что это, ну, скорее, недостаток при комментировании, нужно, говорит, размереннее, но Дикий Запад был умело вычеркнут, остался просто самый быстрый род и поехали штамповать новостям. Блин, Ярик, все лучше и лучше. Создано умное гиря, которое говорит славу Украине. Как это касается нашего подкаста? Я не знаю, мне прислал кто-то. Говорит, подкаст. Скинь стыльку, пожалуйста. Я куплю. Нет, я реально куплю. В граниске разработчики представили гирю, который якобы использует алгоритмы искусственного интеллекта. На каждом тридцатом повторе упражнения они распросят звуки славу Украине. Ой, слава Украине. Да, да, есть такая. О, Боже мой. Да, ну, дальше вроде полегче. Какие-то такие лайтовые улиточки, ну, уже дочитаем. Настилетний школьник. Кстати говоря, очередной был тут скандал с Нета Сикретами и кем-то еще тоже. То ли Нигмой, то ли Alliance их обвинили. То ли УДЖИ обвинили в том, что они раскрутили скамеров, потому что там они раскрутили какую-то крипту, после чего владельцы этой крипты сказали, что их валюту взломали. Хотя, насколько я понимаю, фишка крипты в том, что ее невозможно взломать. Ну, это такая слабая была крипта. Ну, да, это слабая крипта, ну, вот, да, и опять их распиарили. 12-летний школьник заработал 400 тысяч долларов за два месяца на продажу NFT токенов с картинками китов из Майнкрафта. Собственно, просто продавал картиночки. На самом деле, это какая-то... Я тут услышал даже про такое направление, как вот не... Знаешь, там, бывают всякие там pay to win и так далее, а здесь play, то ли play to pay или что-то такое. Короче, ты играешь в игру, и за счет этого ты зарабатываешь, потому что в игре у тебя ты там всякие открываешь, высиживаешь, взращиваешь каких-то динозавриков а-ля Тамагочи, которые являются NFT токенами, и потом у тебя еще авторы накручивают на это все. То есть, вот у тебя, например, есть, которых ты просто купил, а есть, которые из яйца. Из яйца, они там особенные, их ты можешь продавать и, короче, на этом делать бабки. Все это в криптовалюте, естественно. Короче, куча какой-то целый и неизвестный мир. Мне вот предложил человек, который этим занялся, говорит, все, проверим, сейчас удачная у тебя рука или нет. Давай, ты вот откроешь, купишь яйцо, откроешь. Я купил, открыл, там была какая-то хрень, и на этом мое знакомство с этим закончилось. Fortnite, так, что у нас тут? О, в Испании подростка геспитализировали из-за зависимости от Fortnite. Это первый случай в истории, но далеко не последний. Короче говоря, на самом деле новость даже не выглядит, то есть не какой-то Яндекс Дзен или что-то такое, это на Сайберспорте, на нашем родном, где хоть и восходят всякие рофильные новости, но хотя бы не настолько бредовые. Действительно, семья обратилась к врачам за помощью, потому что у них там сын не отлипал от Fortnite, но все оказалось гораздо проще, просто у ребенка умер близкий родственник у них там в семье, и это был один из способов справиться. Но то, что его пришлось госпитализировать, это, конечно, его первый случай в истории. На самом деле, просто нужна была какая-то психологическая помощь, в противном случае вот так вот человек замыкался в игре или, правильнее, как сказать, находил там какое-то убежище. Так, о, еще видос. Киберспортсмен вывихнул плечо, празднуя победу в турнире. Давайте глянем, как это было. Ну, а что тут сказать? Киберспортсмен вот так вот, да. Когда неокрепшие тела киберспортсменов выкладывают к ним усилия какие-то, а не сами. Ах, я пошла. Ну, хорошо, хоть джип остался. Да, рука, видимо, у него болит крепко. Так, следующая, давайте, новость. Я видел фотожабу, по-моему, на продоте с этим или где-то недавно. В Киеве предложили, я даже, на самом деле, не буду читать тексты основной новости, но просто вот, мне достаточно заголовка. В Киеве предложили провести кубок мэра по киберспорту. Вручать награды должен Виталий Кличко. Мне кажется, это все, это больше уже, я бы мечтал получить награду из рук Виталия Кличко. Из рук Путина? О, мне кажется, мне кажется, хотя, слушай, кубок президента России. Да, можно, можно долго проводить. Можно долго комментировать. О, поехали. Неплохо. И закончим мы сегодняшний подкаст. Письмо пишу, это что ли? Это кубок мэра Москвы. Мэра Москвы. Вручать награду будет Виталий Кличко. Все равно. Ну и закончим сегодняшний подкаст. Мы одной простой фразой великого человека. Многие спрашивают, как играть в Дота 2 так же гениально, как и я? Ответ прост. Никак. Ведь вы не я. Сказал Лил. Так это старое или новое? Ну, как сказать, 26-го, 08-го. 08-го. А, ну слушай, довольно-таки новое. Но это же то же самое, что старое. Когда, типа, ну, спортсменами рождаются. Ну, да. Но только в этот раз это осознанно обернуто в обертку. Я думаю, давно уже троллит просто в мизинском. Лил понял, как бы выкупил фишку. Он, кстати, сказал, что на этом идти от него будет самая добрая аналитика. Вот. И, кстати, совсем забыл спросить. Вот последняя инфа очень интересна наверняка всем нашим слушателям. Да и вообще, я так понимаю, всем зрителям Доты. Когда вообще анонс твоей студии и что там можно будет посмотреть? Или все суперсильно засекречено? Пиратской студии. Нет, в смысле? Я же не чел, который в киберспорте все секретничает. Нет, конечно. Ну, слушай, планируем мы делать пиратскую трансляцию, просто общаемся с людьми. То есть, например, у меня поэто дело, что у меня есть Андрей Дредд, да, еще есть Факер и Каспер. Естественно, это первые кандидаты, ну, Факер и Каспер, ко мне Андрея, который тут просто рядом. Ну, кого как бы мы планировали вызвать? Ну, мы там спросили на днях буквально у Айсберга, не хочет ли он там, возможно, с флаем. Просто проблема в том, что мы в Москве, а не в Киеве, там ехать туда-сюда, там можно крутиться, соответственно. Ну, так как мы, ну, короче, ищем спонсоров, ищем, ну, дополнительно, чтобы нам там было проще все привезти, кого-то, каких-то людей, если там вроде что-то нашли, но еще не до конца, мне кажется, времени мало, параллельно строится студия, это моя студия, но она мне просто для стримов, но под такое дело, как бы, я ее делаю сразу, ну, короче, я и так на этой студии планировал какие-то спецпроекты, подкасты, там, не знаю, что угодно еще делать. Чтобы было под рукой, типа там. Да, 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 чтобы это было возможно. Вот что-то надо, хоп, тут как раз получилось такое совпадение, что я на это не еду, и как раз, получается, можно успеть кенту это все построить, чтобы все было. Но это, как построить, это не просто ты пошел, не знаю, взял бабушкин диван с чердака, поставил его там, и... Сделал у него дреда. Типа того, да, взял, не знаю, какую-нибудь камеру задрипанную за 40 тысяч рублей, которая тут валялась где-то дома, поставил ее, и вот у тебя студия. Нет, я покупаю очень много техники, оборудования всякого, и это все как бы в процессе, потому что, ну, с одной стороны, было довольно много времени, там, пара месяцев, с другой стороны, на самом деле, них она немного, пока туда-сюда, вот это знаменитое, пока-то все, но вот сегодня мне привезли всю мебель, теперь у меня уже на суде и вся мебель, также уже куплено половина оборудования, я думаю, что мы вполне успеем все докупить, что не успеем купить, ну, скорее всего, просто будет взято в аренду, вот это как раз не проблема, взять в аренду что-то, ну и все, вот будем сидеть, такой у нас будет стрим-начилки, то есть мы, ну, естественно, не планируем делать стрим, что называется, слишком, ну, короче, мы не планируем его делать слишком уж трэш, что называется, но при этом, естественно, это не будет ничего связанного с профессионализмом каким-то, чем-то подобным, то есть ничего такого мы делать не будем, то есть у нас просто мы будем сидеть и в такой дружеской атмосфере компания общаться, болтать про игры, но планируем весь им так посмотреть, да, чтобы людям было интересно, ну и плюс, конечно, придумать какие-то доп-активности и прочую историю, то есть такой формат где-то похожий логично на стрим-хату, потому что, в общем-то, делают те же самые люди, это я, Андрей, Митяй, Лысый, из Рухаба, который из-за стрим-хаты тоже в том числе, но, естественно, все привязано к турниру, то есть в первую очередь это игры и все такое, а какие-то активности дополнительные, это просто, чтобы было не скучно, вот как-то так. Ну, а как получится у нас это время покажет? Вот так вот. Я думаю, что будет нормально, я думаю, рассчитываю на то, что будет нормально. В Крамере я вложил довольно много своих личных ресурсов в Камере в эту студию, а там уж посмотрим. Если будет где-то возможность включить, если я доеду все-таки до Бухареста, включить там предпросмотр, я обязательно буду включать вашу студию, будем смотреть там. Вот, на самом деле, даже для меня, я знал, что ты планируешь, но я не думал, что все вот прям настолько жестко, и это очень круто. Возможно, это главная новость подкаста будет, кто знает, потому что действительно, ну, как ни крути, Инт это праздник, и мне кажется, что это в любом случае даже самим Valve по сути дела выгодно, потому что это же PR-доты фактически, сам Инт это PR-доты, поэтому чем больше трансляций, будет чем лучше. Надеюсь, что все у вас получится круто. Вот, а у нас все еще обязательно получится круто и на следующей неделе, потому что на следующей неделе планируется подкаст, я обязательно подумаю, что там сделать, кого позвать, и мы еще будем, наверное, это будет какой-то предентовский спешл, возможно, будем разбирать команды, будем готовиться, ну, будем как-то расставлять их по силе, там условно. А на этом, на сегодня все, с вами были Ярослав Кузнецов, он же NS, он же новый пират, Владимир Майлстору-Кузьминов, он же Майлстору-Кузьминов, оперативная команды.